В данный момент мы занимаемся подготовкой растворов для растворения, изменения состояния и очистки серебро-содержащего сырья химическим методом. В данном случае происходит растворение гидроксида натрия в воде. Гидроксида натрия является сильным основанием, в значительной степени диссоцирующим на гидроксид ионы и катионы натрия. Гидроксид ионы вскоре могут вступить в реакцию с катионами серебра аргентом плюс, образуя соединение гидроксид серебра-1. Гидроксид серебра-1 крайне нестабилен и распадается до оксиды серебра-1, которые имеют достаточно высокий кислительно-осстановительный потенциал, плюс 0,3 вольта примерно, что будет достаточно для того, чтобы восстановить его. В отличие от некоторых гидроксид серебра, например, хлорид серебра-1 аргентом хлор имеет кислотный потенциал около 0,2 вольта, и этого будет недостаточно. В принципе, весь процесс... Весь процесс какой? Весь процесс... Сегодня шубу даже что? Растворяется серебло в азотной кислоте, концентрированной. Вот она лежит. Азотная кислота превращает серебло в аргентумы на 3. Серебряную соль, азотной кислоты, аргентумы на 3 в значительной степени диссоцирует в воде и в растворах азотной кислоты на катионы серебра и нитраты ионы. Катионы серебра выпадают в осадок при добавлении раствора концентрированного хлорида натрия. Который вы готовили уже. Да, который вы готовили уже. Хлорид натрия. Все превращается в нитрат натрия. Хлорид серебра выпадает в осадок. Осадок помывается в много раз для того, чтобы очистить от его других металлов. Преимущественно меди, загрязнение меди, которое часто идут вместе с серебром. После этого хлорид серебра ввиду того, что он достаточно хорошо растворен в воде по сравнению с оксидом серебра. Смешивается с гидроксидом натрия. Происходит образование на поверхности гидроксида серебра. Гидроксид серебра разрушается в воде среди до оксида серебра и воды. И оксид серебра может быть растворен в аммиаке с образованием гидроксида диамин серебра. Гидроксид диамин серебра может вступать в оксидно-саналительные реакции. Например, с альдегидами, такими как глюкоза и фруктоза в щелочной среде. Потому что фруктоза изомеризуется в альдегид в присутствии сильных щелочей. И произойдет восстановление до металлического серебра. А альдегидная группа будет восстановлена до карбоксильной группы. Приступаем? Приступаем. Помолясь. Клуба нужна. Какая-нибудь получше. Какая-нибудь? Чистая-чистая. Чистая-чистая. Надо много этот полетит. Всяких. Думаете, все с вами делать? Итак, у нас есть, значит, ясно-хорошок, это количество серебра. У нас это загрязненное. Нужно 96 мл концентрированной азотной кислоты. Но мы будем брать небольшой избыток. Тем более, что наркос тут приблизительно. Действительно 100. Это стихиометрический избыток азотной кислоты. Потому что реакция азотной кислоты из серебра происходит только в том случае, если азотная кислота концентрированная, разбавленная, она происходить не будет. Так, минимум, в удовлетворительной скорости. Видно, образование большого количества гуглогаза, оксида азота 4, и сильное нагревание. Можно создавать немножечко водички. Что-то пахнет чуть-чуть. Давай. Привоняй. Конечно. Вот видно, то, что росло по синевым ногам, он позеленел. Он позеленел из-за оксида азота 3, который тут частично обновляется в азоте с термозом древе. А может из-за содержания соли меди. А может из-за содержания соли меди. Ты видел? Он в посадок выпал. Это нитрат серебра. Нитрат серебра достаточно плохо растворим в концентрированной азоте кислоте. В холодной концентрированной азоте кислоте. Это важно уточнение. При растворении серебра образовался нитрат серебра. Но также было выделено достаточно много тепла. И это тепло не дало нитрат серебра. После прибавления комнатной температуры азоте кислоты, литрат серебра и полносоток. Если прибавить воды, в какой-то момент дадут соли разбавляться все больше, больше, больше. И он будет растворяться. Что нам и нужно. Ну или можно просто повысить температуру смеси. Вот нитрат серебра уже в значительной степени. Растворился. Но слышно еще шипыни металлического серебра, которые вон там видно. Не знаю, плохо не будет хорошо видно камере, но там очень маленький есть. Раствор был отфильтрован от примесей. Он до сих пор несколько аппалифицирует, скорее всего, из-за содержания хлоридов, используемых в воде. Далее его нужно перенести в другую емкость и добавить концентрированный раствор хлорида-натрия. Переносим чуть-чуть туда. Но этого недостаточно перенести нужно количественно. Поэтому нужно еще промыть несколько водой. Музыка. Продолжение следует... Уже видно опалисцензию из-за разбудления раствора. И добавляем концентрированный раствор флорина натрия. Видно образование творожества, осадка, флорина серебра. Еще хвалит серебра? Я не знаю, вообще как бы можно проверить, с уливой половостаток прибавлением небольшого количества. Например, если будут капнуть, краю капнуть и посмотреть, если будет что-то выпадать в осадок, значит... По-видимому нет, по-видимому все уже выпало. После декантирования раствора у нас получился вот такой блеск белого цвета, если-то творожистый. Похоже на сыр. Вернее, на творке можно еще немного декантировать. Видно, что есть, уходят частички на ревесе дна. В емкость любую из которых тоже будет он извлечен в последующем. И далее необходимо произвести промывание. Промывание можно на первых этапах делать обычной проточной. Или водопроводной какой-нибудь водой. Оно нужно для того, чтобы избавиться преимущественно от ионов мели, которые здесь содержатся. Размешивать нужно? Размешивать, конечно, нужно. Раствор снова поменяется в цвет. Туда чуть-чуть. Больше можно? Можно ли как бы больше добавить. Потом промывание нужно не ввести только чистой водой. После некоторых декантаций, нескольких уже произведенных, нужно проверить, как бы... Визуально уже вроде как синевой нету, но здесь могут быть какие-то соли других металлов, поэтому это нужно проверить. Берем образец раствора и добавляем гексоцианоферат 2 калия или желтую кровяную соль. В случае наличия вот такого вот осадка коричневого цвета, который точно не является желтой пленой солью, можно говорить о том, что здесь все еще присутствуют какие-то металлы. Судя по цвету осадка, это скорее всего меди. Гексоцианоферат 2 меди не растворим в воде. Сам гексоцианоферат 2 калия растворим в воде имеет желтый цвет. А, допустим, если это у нас будет серебра? У нас серебра. Он медленно все. Делается? Да. Душить? Да. Уже вот осадка, в принципе. Ну, если добавить еще, как бы... Можно все-таки еще. Можно помыть еще. Немножко все-таки проявляется. 3-4-4-5-1-5-5-6-1-0-2-0-2-0-1-2-0-2-0-2-0-1-0-2-0-1-0-1. Субтитры сделал DimaTorzok Вот уже аналитический реактив не выдает реакции на медь или другие металлы, поэтому можно увидеть о том, что жидкость над хлоридом серебра свободна от меди в той степени, в которой это способен показать аналитический реактив. Давай смотированный подой еще прольем разок. У нас 40 граммов кодоксиды натрия здесь растворено. Может стаканчик немножко. Видно образование оксида серебра черного цвета. Реакция равновесная, поэтому для смещения равновесия необходимо нагревать. Реакция равновесная, при образовании оксида серебра, образуется вместе с ним хлоридом натрием. Однако, хлорид натрием реагирует с оксидом серебра с образованием гидроксида натрия и хлоридом серебра. Реакция равновесная, температура, по моим личным наблюдениям, позволяет немножко сместить равновесие вправо, потому что реакция идет через гидроксид серебра один, он в воде не очень устойчив. Однако, тут большие текеты, но он очень устойчив. Вот видно, где ближе к нагревательному элементу, там более черный, вот там. С той стороны тебе не видно просто. Вон там. Не надо, чтобы он тут покипел, короче. Да. Сейчас насыщенный черный цвет, уже па пошел. Добавляем еще гидроксидом натрия. Видно сильное почернение, очень выраженное, в том месте, где б не он заново готовил. Потому что вот, еще раз смещаем воду с реакцией. Сек серебра, являющейся соединением, как мне странно, водность идея в присутствии аммиата создает комплекс. Гидроксид, диамин, серебра. А нормально пахнет? Аммиак. Вонючка. Этот комплекс не то, чтобы очень приятно пахнет, но обладает высокими очистительно-остановительными способностями. Если добавить в эту смесь гидроксид натрия, который будет являться катализатором. Что это? Гидроксид натрия. И какой-нибудь альдегид, например, вот этот прекраснейший раствор гидролизованной сахарозы, также известный, как инвертный сахар. Так ровно отмеренный, что один сантиметр кубический раствор будет восстанавливать половину грамма серебра. Поэтому нам нужно какое-то количество раствор нагреем. Сейчас вонять будет аммиака. Сильно. Ну, а наскоречку отмечу. Отлично, вам не доложат. Ок. Как раз. А, для кого-то. А, для кого-то. Давайте отойдем. Какого давления может быть. Ждем нагрева и уже можно немножечко добавить сиромного раствора альдегида. И ждать. Вот после промывания серебра нужно отчистить от остатков сахарозы, фруктозы, их продуктов разложения термического, карамели, например. И вот можно даже видеть эту карамель. Разбавленный раствор, желтый, светлый. Получается, сначала он убивается водой обычной, водопроводной. Значит, потом карамель перестает ей вымываться. Нужно либо кипятить водой, но лучше, намного эффективнее использовать какую-нибудь кислоту. Азотную кислоту по причине того, что сиревод снова начнет растворяться, использовать, конечно, нельзя. Поэтому использовать можно соляную кислоту разбавленную, серную кислоту разбавленную. Или какую-нибудь другую кислоту, желательно посильнее. Я предполагаю, что, возможно, можно уксусную использовать. Но она достаточно летучая, поэтому разбавленная где-то процентов 20-30 серная кислота. По-моему, 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 по-моему. Происходит финальное кипечение серебра, порошкообразного, в чистой воде для того, чтобы смыть остатки уже серной кислоты. Потому что вот по цвету, как и глюкозы, продуктов, карамелей нет. И уже будет чистый сереброй, который можно сушить и плавить. Вот серебра уже подсушилась после деконтации и как-то поменяла свою структуру. Частички начали немного слипаться. Стало оно интересным, воздушным таким. Весьма и весьма. Но все еще не световлажным. Поэтому нужно чуть-чуть растолочь и дальше отправить сушиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Избыток возьмем Да, небольшой, для проверки Там вообще, возможно, воду можно добавить Потому что нитрат февра почти нерастворим в азотной быстроте, при комнатной температуре Скорее всего, надо раздавить динстиллированные Заемые Посветье Возможно, и нагревать надо Грязненько уже стало Вот, есть какое-то газовыделение Вот реакция активировалась Уже свинились? Угу Ну вот, ждем абсцелерации Подогрей Немного подогрели Появился бурый газ Реакция запустилась По полистенции в растворе не видно И это говорит о чем? А в отсутствии А в отсутствии Глорида середина 1 Предположительно Отлично Кинули кусочек побольше Реакция Реакция идет А потом еще Азотной кислоты Все растворяем Итак, решили все дорастворить Извешиваем Остатки серебра Там в колбе Уже где-то Три Чуть больше трех грамм Три Наверное Три, два Наверное Больше Да? Чуть-чуть воды Но это не серьезно Ха-ха-ха Итак Тридцать три грамма Тут И там еще три То есть тридцать четыре Ну Где-то как мы и думали Тридцать семь грамм Все Хорошо Итак Вот в этой емкости У нас Колбе Закончился Закончилась Да, азотная кислота Раствор закончился А здесь Мы сейчас подогреваем И там кусочки Последние растворяются Сейчас мы перенесем Это все сюда И будем дорастворять Так А в момент Куда ты вернешься На двести пятьдесят минут Но еще важнее В антенну на двадцать пять Будь здоров И так Абсолютно все растворилось Такой растворчик получился Вроде как будто Немножко полисенция есть Ну На камере он более желтый И более мутный Как будто бы А так он Прозрачнее Прозрачнее Может и так лучше видно Производим очистку Уже чуть-чуть попробовали Да В азотную кислоту вливаем Нитрат серебра Из-за того что Нитрат серебра Почти не растворен Концентрированной азотной кислоте Он будет выпадать засадок Как это видно сейчас Всю оставшуюся жидкость Можно потом упарить Который находится Все-таки Он растворяется В не очень большой степени Вот А остальное Можно декантировать И использовать Как реактив Что сейчас и будем делать И так Вот что получилось Красота такая Ну все Теперь обеспечены Для лабораторных работ Нитратом серебра Для охлаждения Налили воду Обратного осмоса И просто из-за того Что стаканчик Немножко мы трогали Перчаточками Вот опалисценция пошла Хворида серебра Решили ее еще остудить Чтобы растворимость уменьшилась Вот И такой Такой сразу показали Опыт Эксперименты Рубрика Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров